всем привет сегодняшний день мой начинается с поездки в центр и елена малышева не нужно там сделать мрт почему именно в этот центр я еду потому что там дешевая цена я смотрел по всем москве стоит мрт где-то 7 8 где-то 11 тысяч а вот именно там в этом центре или елена малышева там стоит 6 500 6 500 6 30 там я не знаю почему по каким-то дням там разные цены но получается что в районе 6 там вы выходит мрт и в принципе там я уже проходил два раза мрт или три раза уже не помню в принципе там не все устроило там выдают если снимок потом диск выдают заключение выдают сразу в принципе все нормально сейчас поеду сниму видео там я уже снимал до этого в роликах когда это когда до операции там был снимал центр там стойку снял потом ресепшен этот снял потом можете от отлистать посмотреть предыдущие ролики но сейчас так отъеду потом нужно будет сегодня помыть машину что все грязная машину помою потом я вообще в планах хотел поехать посмотреть бассейн потому что нужно уже как бы на бассейна ходить спина блин стала еще сильнее болеть понять не могу почему может быть потому что мало маленькая активность у меня я в основном сижу за компьютером работу может быть из-за этого из-за маленькой активности стала спина валить в общем буду думать что делать в планах записаться на бассейн в этот вегас вегас который находится на юге там у них бассейн есть и тренажерный зал тренажерный зал мне нельзя ходить пока но я хочу еще поговорить с тренером если там есть тренер который специализируется именно на спортсменах которые после операций то есть на позвоночнике такие бывают в Москве тренера которые специализируются на этом если там будет такой тренер то офигенно я к нему запишусь похожу ну с месяц похожу ки там у меня покажет упражнения если такого тренера не будет тогда буду тренироваться сам посмотрю в интернете в принципе в интернете роликов много но естественно становых приседаний и жимов делать нельзя уже вообще никогда в жизни из-за спины потому что мало ли как вы можете повести титан в позвоночнике а именно вот именно не свободные веса от тренажера вот там в принципе можно делать там где нет нагрузки именно на позвоночник там я попробую что-нибудь поделать чтобы он просто загонять именно кровь именно вот в поясничный отдел чтобы там была циркуляция крови и быстрее было в принципе восстановление то есть хуже в принципе там ничего не уже не сделаю думаю что будет лучше но сейчас я поеду сниму вам дорогу покажу вам сегодняшний день мой так что кто не подписан подписывайтесь и мы отправляемся обиды а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что это прям кожа и там идет бархат до этого был бархат то есть он впитывал себя влагу пот и потом начинался запах не совсем нравилось они принципе у меня хватало их только на один год потом они разваливались вот я их запарился менять а этот вариант получается дороже я взял первый раз кстати за все время ни разу не брал дорогие ремешки вот этот ремешок мне вышел в пять с половиной тысяч представляете пять с половиной блин единственное что он только сейчас увидел не поставил золотой не поставил золотой эту язычок поставил заставил серебряный мудила хотя мне обещал поставить золотой ну ладно я с ним обратно я уже не поеду далеко ехать ну в общем вот такие вот часы мне не нравится они прикольные геоса единственное что сейчас заходил смотрел часы в этот магазин геоса вы выше новой модели чуть-чуть другие там со стразами там то есть разные всякие такие но что мне в них единственное мне не понравилось в этих геоса которая купил то что вот эти стенки которые ходят на не отвалились реально отвалились вот я походил два месяца вот эта стенка отвалилась потом чтобы это все настроить правильно чтобы это все работало синхронно то есть показывала дату потом день недели нужно правильно выставлять и короче когда я купил столкнуться с той загвоздкой что не изначально неправильно были сделаны и какой-то был заводской брак обратно ними не стали обвинять пошли за санкции этих и короче сказали деньги мы вам него не сможем возвратить от менять вам не можем короче только в ремонт отдавать по гарантии по гарантии отдал они сделали мне вроде как через месяц та же самая херня началась потом отвалилась вот эта вот стрелка то есть которая не заявила нету есть вот стрелка маленькая отвалилась и все ну часы по время показывают да и бог с ними но не прикольные смотрится просто интересно так по приколам им нравится ну просто из-за своего внешнего вида интересные и то что они там все и время показывают функцию выполняют в принципе ну да и циферблаты не смотрю так что так сейчас попробую попользоваться таким ремешком насколько его хватит не знаю но он такой прям конкретный кожаный толстенный вот видите даже если посмотреть там толстый ремень блин сказал что он на три года вообще с лихвой его хватит три года можно ходить и не париться вообще но вот похожу а у меня вот эти части которых я в них хожу это rolex но это поделка rolex то есть это не настоящий rolex это поделка но супер хорошего качества прям я не знаю короче если вам положить оригиналы и этот rolex вы никак не отличить и вообще никак единственное чтобы вы поняли отличие это надо заднюю крышку снять в них и и ролик саки вы этих и только тогда можете определить что это не оригинал так они стопроцентно в стопроцентная подделка под оригинал но очень-очень хорошего качества прям самого что что ни на есть хорошего покупал их но они отлично ходят прям четко не ни разу не подводили падали у меня не и в них руки мою то есть не потеет ничего прям но отличные часы за свои деньги которые за них отдал и вот эти вот герсы хоть они оригинальны хоть и фирма хорошая но видите стрелки нахер отвалились через две недели блин ну просто красиво у них вид мнение этим нравится сейчас я еду в торговый центр там куплю абонемент сегодня как раз черная пятница сегодня хорошие скидки позвонил им туда получается с обычным абонементом скидуха почти 50 процентов как бы сегодня один день такой 11 11 2023 год и за счет этого не такая большая скидка огромная скидка сейчас поеду по моему там абонемент что выходит в районе 25 или 30 тысяч на год с бассейном безлимитным стренажерным залом безлимитный как раз нужен бассейн вот буду ходить спину лечить мрт сегодня прошел показала у меня получается по мрт опять и как с этим позвонок на позвонок нашел компрессия опять пишет что компрессия поэтому наверное боли по ночам просыпаюсь часто ночью короче не знают запишусь до врача который мне оперировал к нему до зураева до него поеду с ним поговорю проконсультировать что делать вообще ну скорее всего по-любому на бассейн ходить операцию опять я не хочу делать повторно что это идиотизм будут опять делать повторную операцию через полгода и никаких гарантий не что опять не будет они не вернут не вернутся эти боли опять не будут этого защемлением блин короче буду думать надо до врача схожу с ним поговорю и уже будет ясно отталкиваться сейчас поеду куплю абонемент машину помою и и все а завтра или послезавтра уже не помню будет у нас видео съемка прикольная как классного объекта вставлю в этот ролик посмотрите его уже смонтированная будет интересно так что кто не подписан подписывайтесь не переключайтесь ставьте лайки комментируйте и до новых встреч добрый день вы на канале компании като и glad pro сегодня у нас оформление оранжереи или зимнего сада если вы еще не подписаны на наш youtube канал подписывайтесь у нас много классных роликов здравствуйте сегодня у нас очень интересный объект это зимний сад отдельно стоящая беседка полностью застекленная такой вот многогранной неправильной формы мы здесь используем карнизы алюминиевый профиль под свет собственно металлических балок из которых и состоит сама беседка они очень на очень удачно попали по цвету и практически вот незаметно смотрятся очень аккуратно кронштейны также на которых держится карниз с декоративной накладкой для того чтобы не было видно крепежных элементов изначально заказчики на этом объекте хотели видеть римские шторы по всему периметру зимнего сада но это было бы крайне неудобно так как каждую бы римскую штору приходилось вручную поднимать это несколько получается поэтапных движений а с учетом того что зимний сад немаленьких размеров это было бы сложно делать и так как стоят также по периметру всего зимнего сада практически вплотную стоят цветы и различные растения что был выбран вариант именно обычных штор шторы будут выполнены из ткани под натуральное волокно состав ткани полиэстер это менее менее всего капризная ткань так как здесь повышенная влажность помещения и она не будет ни подсаживаться не деформироваться процессе эксплуатации ну и также будет удобно ее задрепировать разными способами раздвинуть отодвинуть это было бы гораздо легче чем римские шторы в наших изделиях мы всегда используем шторную ленту не уже 8 сантиметров широкая лента дает хорошую жесткость и отлично держит ровную складку она не позволяет провисать полотну от крючка до крючка монтаж почти завершён установлены все карнизы и крючки для подхватов осталось развесить буквально пару полотен досмотрите видео до конца и вы увидите фото штор в интерьере а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Постираем, проведем антибактериальную обработку, отпарим, привезем и развесим. Вам ни о чем не нужно будет переживать, мы все сделаем за вас. В описании к видео будет вся необходимая информация. Изделия изготавливаются в нашем швейном цеху золотыми ручками наших мастериц. Шторы отшиваются на лучшем современном оборудовании, поэтому каждая строчка выглядит идеально. Для транспортировки все изделия упаковываются в плотный полиэтилен, чтобы минимизировать заломы и исключить повреждения. Подписывайтесь на наш YouTube канал, он посвящен дизайну штор на заказ и тому, как можно невероятно украсить интерьер текстилем. У нас очень много красивых видео наших работ, переходите, смотрите и комментируйте. Мы благодарны каждому нашему клиенту за доверие в оформлении ваших окон. Мы создаем красивые шторы для красивых интерьеров. Звоните прямо сейчас и они станут вашими. Добрый день, меня зовут Екатерина, вы на канале Кото и Гладпро. Сегодня у нас второй этап развеса зимнего сада. Дизайнер проекта у нас Евгения. Добрый день. Евгения, скажите, пожалуйста, каким образом родилось у вас такое сочетание двух вот таких оттенков в шторах? На самом деле светлый и такой джинсовый оттенок. Джинсовый мы почему добавляли сюда? Потому что отделка, скажем так, периметра самого зимнего сада, потом, может быть, покажут, такой вот плиточкой серо-синего цвета, мозаикой. Вот, чтобы ее как-то поддержать, мы, собственно, добавили вот цвета немного как раз вот такого джинсового. Ну и чтобы не было слишком много белого, да, чтобы как-то создать акценты, динамику. Для этого добавили вот полотна синего цвета. А скажите, пожалуйста, плотность ткани специально подбиралась такая, поплотнее, чтобы не сильно была прозрачна? Да, это было пожелание заказчика. В принципе, в основном шторы будут всегда задрапированы таким образом. Они хорошо пропускают солнечный свет, не мешают, соответственно, растениям его получать. Ну и в то же время создает такую вот кулуарную обстановку, как будто бы находишься в шатре. Мне хотелось бы еще отдельно подчеркнуть карнизы, которые практически не видны на фоне самих коричневых вот этих металлических конструкций. Наверное, это мастерство, ловкость рук. Я не знаю, каким образом получилось так, что вы замерили. Один раз замерили, и в принципе все карнизы сразу четко все прекрасно встало. Мастерство. Есть еще один. Без ложной скромности, да. Карнизы были выбраны, это алюминиевый профиль. По всей длине карниза, да, по всему периметру шторы в принципе ездят абсолютно при желании, скажем так, без заминки. Карниз алюминиевый профиль, как я уже сказала, цвет темно-коричневый, он идеально совпал по цвету вот с профилем, с которого собственно и состоит вся беседка. Был у нас еще один интересный момент, один интересный пролет, мы на нем остановимся чуть позже и более подробно покажем. Это вот связано как раз с карнизами. Это вот подвесной элемент карниза. Да, 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 и с креплением этого карниза. Входная группа у нас оформлена с помощью карнизов кафе и вот такого декоративного подхвата, который перекликается со всеми остальными подхватиками. Выполнен он на липучке. Вот таким вот образом. То есть можно оставить как без подхватика, да, вот полностью распустить шторки. Это тоже очень симпатично смотрится так. И вот создать фигуру песочной часы с помощью подхвата. Карнизики у нас здесь выбраны кафе, такого бронзового цвета. К сожалению, коричневых не оказалось, но за шторками их практически не видно абсолютно. Эркер выполнен сплошным таким элементом. Выгибался, то есть даже углы здесь получаются рабочие. Здесь прекрасно ходят шторки. И так, опять же, повторюсь, по всему периметру нашего зимнего осада, это порядка 30 погонных метров общая длина карниза делалась как единым эркером. Такой вот сложный многогранник. Сейчас мы с вами пройдем к карнизу, который у нас установлен на подвесных удлиненных кронштейнах. Вот этот пролет шириной 2,80 метра. Было принято решение тоже его, собственно, задекорировать шторками. Но так как здесь у нас достаточно сложный верх, это получается под скос уходят балки, плюс еще у нас кондиционер или сплит-система. Так как карниз 2,80 по ширине, однозначно должно было быть несколько точек крепления по длине карниза. То есть на двух боковых кронштейнах он бы не удержался, давал бы провис. Было принято решение заказать такие удлиненные кронштейны, которые в двух дополнительных точках крепят карниз. За счет этого он не дает провиса, он дает дополнительную жесткость карнизу и все прекрасно так же функционирует, ездит. Это вот шторная модель как бы с изнаночной стороны, так выглядит. Вот таким образом закрепили кронштейн, то есть он развернут не в сторону карниза, а вдоль карниза. Это вот которые крепят его по торцам. И также вот от балки наклонной идет удлиненный кронштейн, который вот фиксирует на расстоянии 70-80 сантиметров от основного кронштейна. Этих четырех точек крепления достаточно для того, чтобы карниз довольно уверенно держался. Также хотим обратить ваше внимание на то, что в дальнейшем мы будем переделывать вот эти подушки-сюдушки, скажем так. Здесь ткань будет выбрана из коллекции Спокада Сиеста. Это вот специальные ткани, они идут как уличные, прекрасно подходят и для зимних садов. Ткань это олефин. Она не плесневеет, не впитывает влагу, очень быстро сохнет, обладает антибактериальными свойствами. И прекрасно себя ведет вот в таких вот влажных помещениях с перепадами температур. Выдерживает также и низкие температуры, так что прекрасно перезимует при надобности. И также обладает водоотталкивающими свойствами. То есть капелька воды скатывается вот как ртутный шарик с поверхности ткани. Но даже если просочилась вода, она может просочиться, если, допустим, образуется лужица, и она вот долго стоит на ткани, то она может просочиться. Но в то же время быстро высыхает, не плесневеет. Здесь и гусиная лапка, и полоска, и вот такая вот пальтовая елочка. Буквально собрали все тренды. Вот такие яркие лазурные, изумрудные оттенки. Очень смелые, очень яркие, сочные сочетания. Как мне кажется, подойдут под любой претензионный вкус. Также на декоративные подушки хотим предложить, дабы оживить как-то эту зону отдыха, хотим также предложить из натуральных тканей коллекция с очень интересными принтами. Также они вот растительные идут. В разных оттенках выполнены вот эти вот очень красивые плотосы с маковыми, этими головками. Ткани все натуральные, хлопок, лен. Тактильно тоже они очень приятные. Здесь даже вот такие вот яркие, лимонные, сочные. И вот еще из этой коллекции. Здесь упор уже на натуральный лен. Вот с такими вот, к сожалению, не видно на маленьком образце, но это вот такие вот жуки. Делается на заказ любой оттенок. Можно сделать, допустим, выбрать какой-то дизайн, подобрать определенные цвета, и в этих цветах будет исполнено. То есть здесь уже мы не ограничиваемся просто рисунками в каталоге. Мы можем варьировать цветом, как захотим. Поэтому под любой интерьер можно будет подобрать. И под любую цветовую гамму. Очень интересные принты, достаточно современные. И в то же время вот есть такие вот более сдержанные. Можно выбрать как фон ткани, так и цвет самого рисунка другой. То есть здесь простор для творчества просто огромен. Сами по себе дизайн уникальный, очень красиво сочетается с очень многими стилями. Вот такую красоту мы можем исполнить, включить в ваш интерьер в виде какого-то текстильного оформления. Так что обращайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите на наш сайт, смотрите портфолио, подписывайтесь на наш канал на ютубе. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова